Здравствуйте! Вы смотрите новостной выпуск «День за днём» в студии Ксения Вьюшкова. О наиболее важных и интересных событиях расскажем прямо сейчас. Еженедельное рабочее совещание в администрации Десногорска. Вы оказываете помощь в реализации инвестиционной программы проекта Российской Федерации, тем самым на себя последний вклад в решение продовольственной безопасности нашей страны. Управление по делам ГО и ЧС отчиталось о происшествиях за прошедшую неделю. За 7 дней в едино-дежурную десертческую службу 112 поступило 572 сообщения. Отправка на родину останков красноармейца, погибшего в годы Великой Отечественной войны. Огромный труд. Это адский труд. Не просто выехать куда-то на природу, а найти хотя бы предположительно, где проходили бои. Подвиг твой бессмертен. День неизвестного солдата в Десногорске. Мы будем дальше продолжать поисковую работу, потому что это единственная наша реальная помощь в поиске неизвестных солдат и восстановлении их добрых имен. Представители городских инфраструктур отчитались в главе Десногорска о проделанной работе за неделю и предстоящих событиях. Подробнее далее. За активную помощь садоводческому товариществу «Надежда» были награждены неравнодушные жители Десногорска. От лица председателя СНТ Василия Томилина благодарственные письма получили Владимир Блохин, Михаил Ластенко и глава Десногорска Андрей Шубин. Вы оказываете помощь в реализации инвестиционных программ и правительства Российской Федерации, тем самым нанося посильный вклад в решение о продовольствии и безопасности нашей страны. Текущая ситуация в городе отмечена стабильной работой всех энергосистем. Техника и персонал проводят уборку города от снега в штатном режиме. Также на совещание уделено внимание новому порядку региональных социальных выплат. С 1 января 2020 года социальные доплаты к пенсиям будет осуществлять отдел социальной защиты населения. Это прежде всего наши пенсионеры, дети-инвалиды и дети, получающие пенсию по потере кормильца. Те, кто на 31 декабря 2019 года уже получают эти выплаты, обращаться в отдел социальной защиты не нужно. Это будет выполнено в беззаявительном характере по данным, которые нам предоставит пенсионный фонд. Те, у кого пенсии будут назначены с 1 января 2020 года, нужно будет обратиться в отдел социальной защиты населения. Важным событием в жизни города остаются предстоящие публичные слушания. Высказаться по проекту бюджета муниципального образования города Десногорск могут все желающие 5 декабря в Центре культуры и молодежной политики. Мероприятие состоится в 17.30. Обращаюсь ко всем присутствующим в этом зале, к жителям города Десногорска, прийти на публичное слушание и выразить свою гражданскую позицию по принятию бюджета на следующий год. Общественная жизнь города отмечена и другими событиями. Также мы всех жителей и гостей города приглашаем 11 декабря в киноконцертный зал Центра культуры и молодежной политики на фестиваль творчества «Вместе не сможем больше» совместно организованной с Десногорской городской организацией, Смолянской областной организацией Всероссийского общества инвалидов. Также 11 декабря мы приглашаем в детскую музыкальную школу на концерт преподавателей музыкальной школы, посвященный памяти Виктора Павловича Тубровского. Кроме того, продолжаются баскетбольные встречи среди мужских команд за кубок ЦФО. Ближайшие игры состоятся 7 декабря в 18.00 и 8 декабря в 11.00 в физкультурно-оздоровительном комплексе Десна. Олег Соловьев, Юлия Соболева, Александр Ерофеев, Десна-ТВ. О чрезвычайной обстановке в городе за прошедшую неделю рассказал начальник управления по делам ГО и ЧС по Десногорску Андрей Баранцов. На прошлой неделе на территории муниципального образования спасатели поисково-спасательного отряда управления по делам ГО и ЧС города Десногорска привлекались для проведения работ по оказанию помощи скорой 7 раз, по спиливанию деревьев 2 раза. За 7 дней в единодежурную десертческую службу 112 поступило 572 сообщения, из них 210 ложных. Поступило и отработано 11 просьб от населения. 29 ноября была проведена передача красноармейца 1902 года рождения представителям Кореновского района Краснодарского края. Останки солдата были найдены поисковым отрядом за родину и теперь героя с нетерпением ждут внуки и правнуки. Подробности далее. Была бритва и ножик. Ну что осталось в крайнем случае? А вот это была точилочка, значит, он подправлял этот инструмент. Незатейливые предметы быта десятилетиями лежали в земле вместе со своим хозяином. Останки солдата Красной Армии Барташа Георгия Силовича были найдены поисковым отрядом за родину в лесах Калужской области 7 сентября. С этого дня для героически погибшего красноармейца начался долгожданный путь домой. Работая в этом году, здесь у нас была, как мы называем, вахта памяти, она довольно скоростечная. С сентябрь месяц начало. И вот 7 сентября был поднят, значит, этот боец, которого мы сейчас передаем. Удалось по медальону, значит, провести экспертизу. Малая родина бойца – Кубань. И, как оказалось, внуки и правнуки все еще помнят и ждут своего пропавшего родственника. По их просьбе принять останки прибыли представители Совета молодых депутатов Кореновского района Краснодарского края. Было принято решение, чтобы мы съездили непосредственно в гости в Калужскую область, в город Бетлицы, и обсудили с коллегами вопрос того, как происходил подъем останков, что случилось, как обнаружился именно, можно сказать, наш земляк, наш герой. Поисковый отряд за родину работает в этих краях уже второй сезон. Но удача в поиске павших советских солдат, а тем более их родственников, запустует не всегда. Все потому, что в Калужской области были как места сбора ополчений солдат Красной армии, так и оборонительные рубежи немцев. Я ходила после этого места долго-долго, ходила-ходила, но почему-то удача так, она и не пошла ко мне, не мой боец, как говорится, у каждого свой боец. И командир буквально, вот горочка, я за этой горкой работаю, он поднимается, он говорит, все, здесь боец, и мы начинаем поднимать и вот с медальоном. Благодаря усилиям, искреннему старанию, а иногда и по воле случая, все новые бойцы обретают свой покой с должными почестями. Ребята занимаются очень хорошим делом, да, которое мало кто осознает вообще, в том числе, особенно из нашей молодежи, что это огромный труд, это адский труд не просто выехать куда-то на природу, да, а найти хотя бы предположительно, где проходили бои. Таким образом постепенно пропадают белые пятна не только в истории России. Свой душевный покой находят и семьи, родственники которых когда-то ушли на фронт, но так и не вернулись. Олег Соловьев, Юлия Соболева, Александр Ерофеев, Десна-ТВ. 3 декабря в нашей стране особая памятная дата. Это день неизвестного солдата. Каждого из тех, кто сложил свою голову за отчизну, и чье имя так и осталось неизвестным. Как этот день отметили в Десногорске? Далее в сюжете. В Десногорске торжественное мероприятие проходит уже пятый год. Местом его проведения традиционно остается Курган Славы. На поле памяти Кургана Славы похоронено более 1300 человек. Последнее захоронение прошло 31 ноября. Свой покой здесь обрели еще 19 воинов, чьи имена и фамилии не удалось восстановить. Отдать дань памяти неизвестным солдатам пришли представители администрации города, предприятий, общественных организаций и все неравнодушные жители. Мы будем дальше продолжать поисковую работу, потому что это единственная наша реальная помощь в поиске неизвестных солдат и восстановлении их добрых имен, что очень важно для семей военнослужащих. Память о Великой Отечественной войне – едва ли не единственная ценность, которая объединяет все свои населения любого возраста. Трепетно к подвигам предков относятся и молодежь. На мероприятии также присутствовали и школьники Десногорска. Теперь у нас поле памяти увеличилось, стало больше могил. Теперь все находятся, павшие герои, в одном месте. Прошло уже больше 70 лет, но в памяти людей живы подвиги советских солдат. А пока жива эта память, живы и они. Олег Соловьев, Юлия Соболева, Александр Ерофеев, Десна-ТВ. Предпосылки эпидемии гриппа в регионе пока не наблюдаются. Об этом сообщают смоленские эпидемиологи. По данным регионального управления Роспотребнадзора, к началу декабря прививку сделали более 345 тысяч человек. Это больше трети жителей Смоленщины. Благодаря этому значительного подъема заболеваемости гриппом в регионе не наблюдается. Количество гриппующих растет, но не слишком быстро. Текущий уровень ниже порогового на 24,5% по области и на 23% в Смоленске. Благополучная на данный момент ситуация и в Десногорске. Тем не менее, врачи настоятельно рекомендуют пройти вакцинацию от зимнего недуга. Сделать это можно в медсанчасти номер 135 Десногорска. В конце выпуска о погоде. 5 декабря в Десногорске пасмурно, возможен снег с дождем. Температура днем плюс 3, ночью плюс 1. Больше интересного на нашем сайте desnadefistv.ru, а также в наших официальных группах в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке и Инстаграм. В студии работала Ксения Вьюшкова. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»